Чем дальше от нас Великая Отечественная война, тем ценнее воспоминания ее участников, свидетелей трагических событий 40-х годов. Среди жителей нашего района немало ветеранов войны, готовых рассказать потомкам историю великой страны. Историю, которая сплетена с жизнями и судьбами наших дедов. Историю, которую пока есть возможность, мы можем изучать не только по книгам. Первый массированный авиаудар по Москве случился в начале июля. Немецкие ВВС сбросили на город 104 тонны фугасных бомб и 46 тысяч мелких зажигательных бомб. В результате первого налета пострадали 792 человека, 130 из которых погибли. В городе возникли 1166 очагов пожаров. Именно первый налет запомнился четче всех последующих Елене Сергеевне Мосиной. Мы шли сразу с вечерней смены, через Тверскую переходили, и нас дали тревогу. Кто-то крикнул «ложись», мы все легли. Мы узнали, когда на следующий день, что это попала бомба 500-граммовая на ЦК. В то время Елена Сергеевна работала телефонисткой. После первого налета центральный телеграф перевели в подземное помещение под белорусским вокзалом. Возвращаясь домой после каждой смены, Мосина и ее сослуживцы с трудом узнавали родные улицы. Немецкие бомбы стирали с карты столицы, один дом за другим. Самые яркие моменты записаны рукой ветерана в синей тетради. Книга воспоминаний, короткие истории моей длинной жизни. Так называются мемуары, сохраняемые для истории по просьбе детей Мосиной. Мы попросили, потому что такая долгая жизнь, полна всяких событий, и воспоминания должны быть очень интересными. Поэтому мы ее попросили написать давно, но начала она только пять лет назад. Ну и потихонечку, потихонечку, отдельные зарисовки, отдельные воспоминания, а потом собралась вот такая вот книга. Не только о войне. Четыре года перевернули жизни миллионов людей, но и тогда в их судьбах было место не только для трагедий. Свою единственную любовь на всю жизнь Александра Елена Сергеевна встретила в годы войны. Так случилось, что свадьбу сыграли в 43-м, а официально зарегистрировали брак год спустя. Вместе переживали невзгоды, восстанавливали страну, вырастили и воспитали двух детей, внуков. Мама очень замечательный человек, просто такой боец, на которого все должны равняться, потому что таких людей мало. Дожить до 93-х лет и быть таким активным, таким задорным, веселым, энергичным, который она остается и до сегодняшнего дня. Но тут только позавидовать надо, и главное равняться. Главное на нее равняться. Таких, как Елена Сергеевна, переживших войну, но не утративших любовь к жизни, действительно мало. Время неумолимо и, к великому сожалению, каждое мгновение приближает тот миг, когда 9 мая в строю будут стоять только потомки героев. Поэтому сейчас, пока есть возможность, мы должны учиться у ветеранов жить полной жизнью и беречь то, что имеем. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.